добрый день дорогие друзья и сегодня мы продолжим продолжим говорить о состояниях в прошлый раз мы так резко оборвались и остановились на моменте когда подошли к рептильному мозгу но я сегодня предлагаю вернуться чуть-чуть назад и по-новому по-новому взглянуть на нашу клавиатуру состоянии на нашу клавиатуру состоянии на наше состояние как-то лучше чтобы видно было когда мы говорим о любви когда мы говорим о высокочастотных состояниях о тех которые не идентифицированы в нашей жизни и от тех которые идут в нижней части нашего физического тела имеют там отклики и также в своей жизни мы играем на них но более в низкочастотной части нежели высокочастотной части и вот смотрите в какой-то момент можно заметить если вы начнете четко идентифицировать состояние вы можете четко заметить что вот вернемся к тому же самому примеру с деньгами он достаточно нагляден да если вы будете работать с пупка и заявлять в этой жизни с пупка мне нужны деньги 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 я хочу там быть богатыми хочу быть успешным и держать состояние на уровне пупка то что-то в вашей жизни начнет происходить и зачастую денег станет меньше не всегда но такое бывает тоже потому что мы не можем почему не всегда мы не можем вот жестко сидеть на одном и том же состоянии мы за день меняем состояние многократно наша энергетика энерго обмен если бы мы все время сидели только в низкочастотных состояниях спада мы бы умерли очень быстро но так как у нас эти прыжки идут и периодически месяц загоняют в эти состояния этот параметр жизни конкретно будет страдать если к нему жестко имеешь привязку и жестко заваливаешься от в эти состояния когда ты не выходишь на более яркие высокочастотное состояние потому что потому что потому что сейчас скажу жесткую вещь все состояния от любви и ниже ведут к тому что энергия утекает утекает до убегает распыляется раз материализуется раз 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 то есть это все направлено на раз материализацию энерго обмен все что касается более высокочастотных состояний которые нас не идентифицированы там где идет элемент сотворение и в этих состояниях мы 90 процентов времени прибываем неосознанно вот в этих состояниях у нас идет элемент материализации и это касается мы говорили об этом помните мы когда-то рассматривали энергообмен клетки и мы мы говорили об этом с точки зрения психосоматики так вот с точки зрения моделирования реальности все то же самое принцип действий остается одним и тем же то есть ключевым является те состояния в которых вы приступаете творить если вы знаете когда вот вы там написали картину как вас перло да и как и вы потом состояние испытывали когда вы достигли цели да вот вы на вершине у вас все классно произошло какие состояния вы тогда испытывали даже специально для тренировок есть системы где загоняются состояние например состояние октавы в той же системе нарбекова да просто невероятное состояние ты включаешься в эти состояния и вдруг у тебя начинается пруха или как сделано говорим ты выходишь там на гребень волны удачи или или да назовите это как хотите но это все игра состоянием и это состояние высокочастотные и мы в них тоже пребываем да вы понимаете наше же состояние связан с энергообменом мы сейчас подходим вообще ключевым вещам вот просто таким моментом о которых мы вот с этой точки зрения никогда на них не смотрели вот смотрите наше же состояние связано с энергообменом с энергообменом на клеточном уровне с психосоматическими вещами привязаны и так далее но понимаете у нас же внутри есть определенный механизм подъема энергии выброса энергии кто-то называется подъем кундалини кто-то 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 неважно но у нас у каждого есть варианты когда кроме состояния мы еще можем управлять энергетическим ресурсом когда я говорю управлять мне конечно хочется верить в то что человек этим управляет сам потому что в принципе эти вещи прошиты у него физиологии на уровне на уровне химии тела потому что все равно все эти это химические реакции в нашем теле это работа гипофиза и так далее и многие вещи когда там идет у человека подъем энергии там в радость еще куда-то какие-то вещами можем можем жизни управлять осознанно вот во всяком случае целенаправленно к этому идти но например почему-то у нас считается что там выброс энергии с проживанием экстатических состояний как правило это бывает вот случайно так случилось так произошло бог взял тебя и сам вызвал к себе на ковер а вот но я знаю в жизни людей которые делились и рассказывали о том как они даже на исследованиях их приглашали там где снимали энцефалографические исследования проводились когда они просто регулировали эти состояния и сами поднимали у себя энергию до очень высокочастотных состояний выходили на связь с богом да на такой напрямую хотя на самом деле когда идет движение вверх с точки зрения энергии она идет вверх а по состояниям по углублению себя мы идем вовнутрь мы идем в себя да белый свет у нас внутри а вот и получается что мы приходим к тому что существуют глобальные подъемы энергии и эти энергии подъем энергии связан с нашими состояниями эти все вещи взаимосвязаны и видите ли как у нас же получается в обществе очень многие вещи табуированы когда власти приходили там жрецы не просто так там женщин очень долго гнобили там оргазмические состояния еще сто лет назад относились к разряду там конвульсии которые надо было лечить у психотерапевта или психиатра это все закрывалось у человека да почему потому что когда человек испытывает определенные экстатические состояния да пускай в сексе для начала да он понимает о чем речь идет когда его дальше выносит потому что когда человека выносит дальше там точно такие же экстатические состояния только многократно усиленные ху интересная штука получается и в основе этих всех экстатических состояний как на стержень они нанизаны на любовь почему на любовь потому что во время подъема энергии все другие состояния на находят себе противовесное состояние и схлопываются да и получается что у нас всегда есть возможность для подмены вот мир изобилием и легко подменяем на деньги да и точно так же у каждого состояния есть отклик зоне плюса и зоне минуса да и эти все клавиши одна на одну могут наложиться остается только стержень любовь и этот стержень пронизывает целиком целиком человека всегда именно в состоянии экстатической любви человек выходит к богу ху каких тем и мы задели мы же говорили о сотворении мы же говорили о моделировании реальности мы же говорили о том как мы будем строить нашу жизнь как мы будем влиять на нее а тут оказывается подъем энергии выход к богу духовность это же разные вещи у нас же получается лицо духовное это лицо который сидит и медитирует и ничего не делает до в нашем представлении да а сверхспособности а нет лукавого где подмена где подмена господа думаем думаем где подмена потому что так или иначе так или иначе мы приходим к тому что не просто так люди духовные николай чудотворец ирафим саровский и так далее обладали сверхспособности да это все налито из одного горшка и опять-таки корнями куда она уйдет если в основе всего лежит опять-таки мы приходим к химии тела к энергообмену на клеточном уровне к подъемам энергии где-то лежит первоначально какой механизм в теле какой орган в теле какая часть тела будет влиять на запуске всех этих процессов правильно господа мы опять приходим к рептильному мозгу думаем 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 на этом останавливаюсь с вами была я Наталья Зайцева